Всем доброе утречко! Никита наконец-таки идет в школу! Никит, ты чего там прилег? В общем, Никита идет сейчас в школу. С утра Сережка отвез Степу и Мишу в детский сад, так что я сейчас останусь одна. Я позавтракаю, пойду вышивать. Наконец-таки у меня там три полотенца заказаны сейчас, еще один свитшот, еще одна футболка взрослая и еще один котик, так что у меня заказов много, так что буду вышивать. Никитуль, что, Никит, в школу хочешь? Никита сейчас, я им даю справку, говорю, да, и учительница в дневник положила, а он говорит, а что это такое МЭО? Я говорю, медотвод. Медотвод по физкультуре 14 дней написано. Он так обрадовался, у него сегодня как раз в физкультуре должно было быть. Я тогда это выкладываю, говорит Фома. Я говорю, ну выкладывай, раз написано, только не забудь справку, не потеряй, отдать, не забудь. В общем, у Никиты медотвод 14 дней, хотя на прошлой неделе, мне кажется, можно сказать, он со среды уже и не болел. Ну ладно, не хочет ходить. В общем, Никитуль, иди одевайся уже, уже время поздно, нам в понедельник аж в 11.40, сейчас уже вот 11.21, но уже пора выходить. Я так рад, я так рад, наконец-таки нам прислали логины и пароли от сетевого города. Прошло уже чуть больше полтора месяца, как нам ставят оценки. У Никиты во втором классе появились оценки только вот какая-то, в третьей четверти выходит, в третьей четверти. И их теперь ставят в сетевой город, электронный дневник, и мы не могли зайти. Мы, я говорю, потому что больше полкласса не могло туда зайти. Мы обратились к администратору, там долго что-то делали, и наконец-таки нам прислали новые пароли и логины, хотя вроде они те же самые старые, как я посмотрела. Ну, в общем, сейчас попробую зайти. Я еще ни разу не была, вообще не видела, как выглядит этот сетевой город и вообще, что это такое. А-а-а, ура, у меня получилось, 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 представляете? Я, правда, сейчас не могу посмотреть, которые оценки у Никиты, вот, недавно были, потому что он болел. Но зато могу посмотреть, какие у него были оценки, вот, в начале февраля, например. Никаких троек, наверное, вообще никому троек не ставят? Не знаю, если честно. У Никиты только пятерки-четверки. Надеюсь, так оно и будет. Прикольно, слушайте. Мне нравится. Из домашка тут написано. Интересно, она написана после того, как мы ее сделали или до? Можно ли тут ее смотреть? Вообще, я здорово. В общем, наконец-таки у меня получилось это сделать, чему я несказанно рада. Сейчас какой у нас? У нас сейчас 21 февраля. Вот. Домашнее тут не написано. Но у нас в пятницу ничего нам не задавали. Вот, иностранный язык написан. Ну, слава богу. Все, я очень рада. Наконец-таки я могу тут смотреть. Оценки Никиты, они просто в дневнике, как обычно. А еще сейчас приехал наш принтер. Сейчас буду открывать. Сережка тоже только что приехал. Вместе сейчас откроем, проверим, посмотрим. Ну, это же принтер. Что-то он меньше, чем наш тут был. Я взяла. Сазон доставка сейчас пришла просто. Я взяла, думаю, что он какой-то легкий по сравнению с тем нашим. Наш был огромный. Сереж, а ты заказала три в одном, да? Сканер копирует или только принтер? Ну, она копирует. Или других сейчас не делает? Делать не. Ну, просто... Это компактный? Да, я обратила, но и что он маленький. Чтобы в стол помещался. HP. HP. Это лазерный? Да. Лазерный, черно-белый. Самый дешевый. Ну, вернее, еще, знаете, бразерный, или что там как-то мне называются. Ну, это... Такой. HP. Мы, на самом деле, принтером не так часто пользуемся. Мы за год, ну, печатаем на данный момент жизни, пока у Никиты нет никаких докладов, там, всяких сочинений. Мы за год, ну, листов 200 печатаем. Одну пачку бумаги. Не, ну, почему? Довора я печатаю разные. Ну, печатаем мы не так много. Ну, я говорю, вот прям, не так много, но печатаем. Печатаем. Раз в неделю мы точно печатаем. Вот так я скажу. То есть не ежедневно, естественно, но раз в неделю он нам точно нужен. Духой. Вот, показываю, а то будете потом спрашивать, как называется, крупным планом. Показываю. Ссылку, может, просто. А я потом, Люди, все равно спрашиваю, Сереж, у меня, знаешь, сколько раз спросили, как у нас холодильник за год? Раз 60 в личку спросили. Гинзу. Самое интересное, что просто можно открыть видео «История большой семени». Купили холодильник, и там я точно так же, вот так, крупным планом показываю название нашего холодильника. Я так в основном на всю технику делаю. Ой, осторожно. Пакет с ручками. Удобно. Чтобы удобно было перенести. Ой, он такой прям маленький-маленький, аккуратненький такой, ага. И все, две кнопки. Вот, кнопка включения, кнопка копирования, отмена, все. Обычно тут много кнопок. Но у нас даже на том было много кнопок. Но мы ими не пользовались. Да. Мы пользовались только копируем. Я помню за всю жизнь только один раз использовала кнопку увеличить или уменьшить. Вот видишь? Там вот стекло для сканера, прям вот оно. Все очень компактно. Ну, стекло там, например, такое же в нашем было. Просто он сам по себе больше. Да, там рамка была вот такая еще. Здесь главное следовать инструкции. Кто принтер покупает, нужно обязательно делать по инструкции. Все, что оранжевое, нужно удалить. Все оранжевые элементы. Это просто наклеечки. Вот это просто наклеечки. Но есть еще не просто наклеечки. Смотри, видишь? Это картридж. Вот этот картридж. Это специально такая штучка, чтобы он не тросся, да? Вот видишь, оранжевые элементы. Это тоже все нужно убрать. И самое главное, вот тоже, видишь? Вот это тоже. Это вытаскивается. Ого! Ничего себе, какая штука. Потому что некоторые, когда принтер получают, они... Думают, что это деталь. Они думают, что чеку нужно вот здесь вот освободить от пленки. Ага. И пленка остается внутри. А пленка как раз должна вытаскиваться. И теперь она предохраняет... Ну, там такой валик от барабана. Все, теперь можно... А как если она внутри останется, она еще так не будет. Все. А как ее потом вытащить, если она внутри останется? Ну, раскрутить можно ей там... Они же раскручивались. Как я тот раскручивал, чек менял. Все. Можно печатать. Можно твою маму в гости приглашать. Она хотела распечатать картины свои. Вот. Но здесь бумага вот так заправляется. Вот здесь она будет торчать. А, у нас в принтере бумага была внутри принтера, а здесь торчать будет. Ну, вот так где-то. Ну, ладно. Беленький такой. Симпатичный. Симпатичный, да. Мне нравится очень. Давай попробуй с чем-то напечатать. Подсоединишь его, ладно? Пошел копировать. Он что, рисканирует? Ну, понятно. О, отлично. Тепленький. Все работает. Классно. Это я положила робота. Смотри, когда сканируешь, вот видишь уголок. Да, да. А4 сканируется, значит, вот так. Ну, так всегда было. А4 заканчивается. Я поняла. Ну, тут без руки. Рот. Ничего. Все с рукой. Все отлично. Шикарно, да? Все отлично работает, красивенько печатает. Я довольна. Вот, смотри. Можно вот так тюк. Компактный. Я поняла, если просто мешать с собой. Здорово. Сколько такое стоит, Сереж? 12 тысяч. 13 тысяч рублей стоит вот такой принтер. Блестит. Ну, это сейчас. Раньше они стоили по 10. Раньше все дешевле, Сереж, стоило. Ну, все в курсе в этом. Ну, раньше буквально. Там полтора-два года назад они даже меньше. Сереж, знаешь, сколько моя швейная машина стоит сейчас? Долго. Около 13-14 тысяч. А я ее покупала за 6, Сереж. Ну, все дорожает. Я говорю, все дорожает. Все дорожает. У меня Степка свои шорты испачкал слаймом Никитину. И я все думала, как его оттереть вчера спросила у подписчиков. Сказали многие, что нужно положить в морозилку, а потом он типа как-то отпадает. Это уже шорты постираны. Я думала, что отстирается, кинула стира на машину. Это все постиралось. Но, видать, в горячей воде это не уходит. Поэтому кладу в морозилку. Буду пробовать. Попробую так. Попробую так. Я сейчас открыла телефон. Хотела прочитать комментарий. Я завтракать села. Я завтракать села. Когда Саша завтракать, параллельно обычно включаю какое-нибудь видео. И вспомнила, что мне советовали какой-то хороший сериал, который я прям захотела посмотреть. И открыла комментарий, чтобы найти этот комментарий. И в итоге читаю комментарий про томатную пасту. Очень многие пишут томатную пасту заливать просто маслом. И тогда она не плесневеет. Я один раз всего лишь пробовала этот способ. Действительно, внутри она не плесневеет. Но она мне покрылась плесенью тогда под крышкой. Ну вот, не под крышкой, а вот где томатная паста вверху размазана. То есть вверху была плесень, а внизу плесени не было. Но если банку не пачкать, возможно, там не будет плесени. И еще по поводу масла. Я не все блюда из томатной пасты делаю с маслом. Поэтому не самый для меня именно удобный способ. Но для многих удобный. Еще советовали горчицы крышку смазывать. Этот способ я не пробовала. Но в принципе сейчас мой способ мне нравится. И он у меня работает. Так, дальше пока открыла комментарий, поотвечаю вам. Почему детки едят щи без хлеба? Они когда как едят? Иногда с хлебом, иногда без хлеба. Я им всегда предлагаю, если они хотят, они едят с хлебом. Иногда они просто так хлеб едят без щей. Но в основном у нас хлеб, ну, видать, от родителей. Потому что я всегда хлеб ем только за бутербродами. Я его просто так вообще не ем. Сергей ест хлеб только с первыми блюдами. Как раз таки с щи, с супами. Ну, возможно, потому что я хлеб не ем. Дети тоже особо хлеб не едят у нас. Вот они его очень любят. На улице кусочники, булочки вот эти вот всякие. А с щами не всегда едят. Иногда едят. Но не всегда. В общем, если с папой они едят, они смотрят на папу, тоже могут хлеб попросить. Так, еще на какой вопрос вам ответить? Настя, здравствуйте, а подскажите рецепт пирога? Все рецепты, которые я делаю в видео, даже если я их не проговариваю, в основном я пишу в описании к этому видео. Смотрите там. Просто открывайте под видео описание и смотрите. Там либо ссылка на рецепт, либо сам рецепт написан. Также и про товары с видео. Если я вот показал принтер, скорее всего, я ссылочку на принтер оставлю в описании. Ну и все остальное тоже. Так. Ну и больше вопросов нет. Ударение на А, самат. Тоже не знала, буду знать. Думаю, еще не раз скажу это слово во влогах. Ну так, больше вопросов нет. Так нравится ваша семья. Счастья вам. Для поколения моего сына вы желание будет снимать Степана. Однозначно. Точно. Может быть, может быть. Спасибо большое, что пишете комментарии. Ладно, я в общем села завтракать. Завтракать я села в 13.30 сегодня. Но в принципе я есть не хотела. Я говорю, что я завтракаю вот в последнее время очень поздно. Потому что я сначала просыпаюсь, потом делаю какие-то свои дела. Потом я делаю зарядку. Вот сейчас я делаю зарядку. Кстати, делаю в детской комнате, потому что тут Сергей видео снимал. Чтобы ему не мешать, пошла в детскую комнату делать. И потом только сажусь завтракать. А еще после завтрака или до завтрака я еще загружаю посудомойку. Потому что обычно посуда вот у нас там скапливается много стоит. И тоже, если я это делаю до завтрака, то завтрак у меня еще дальше отопрягается. Я сегодня вышиваю олафа. Но олафа впервые вышиваю на полотенце. Никогда на полотенце вышивала. Это полотенце такое темно-зеленое. И будет еще такой же рисунок на полотенце вот такого цвета бирюзового. И такой же олаф еще будет на одной футболочке. Постараюсь сегодня все три рисунка вышить. Я, кстати, не установила драйвера. Нужно просто драйвера установить на компьютер, чтобы флешки читались. Куда-то они слетели у меня. Поэтому я теперь беру флешку, отсылаю по электронной почте с этого компьютера. В общем, просто по электронной почте я отсылаю файлы, которые мне нужны. Спускаюсь к ноутбуку внизу. И там уже перекидываю на флешку. В общем, у меня целая система теперь. Конечно, это недолго, но удобнее, когда просто флешка читается. Но я что-то... Некогда было мне драйвера устанавливать или находить их где-то. Поэтому делаю пока так. Кстати, на новом принтере распечатали Никитке занятия по английскому. Он же у нас онлайн занимается. Вот у них такое пособие небольшое, которое помогает им при занятиях. Они по нему занимаются. В прошлый раз они вот раскрашивали коврик на этом рисунке. Только я Никите... Тогда я не могла распечатать. Я ему дала из телефона картинку, открыла. Там редактор фотографий, он прям там разукрашивал, прям в телефоне. Теперь вот будет разукрашивать. Читали. Они в прошлый раз вот это всё сначала по буквам читали, потом слова читали, потом уже словосочетания читали. В общем, такое пособие. Никитка у нас английским занимается по понедельникам и четвергам. Сегодня у него занятие в 17.40. Вот я, кстати, не знаю, успеет ли Сергей его привезти домой. Потому что сейчас уже почти 5. Осталось 40 минут до занятия. Почему почти 5? Сейчас скажу, сейчас уже 17.20. Надо позвонить. Может, он его завезёт сначала, а потом за Мишей съездит. Мы теперь распечатали буклетик. А знаешь, что это значит? Что у нас появился принтер, Никит. Так что теперь ты тоже можешь себе будешь, ну, что хочешь, что и сможешь распечатывать. Новая книжечка у Никиты. Открыть приложение Zoom. Папа всё-таки привёз Никиту одного, а потом сейчас поехал за Стёпой и за Мишей. Сегодня, наверное, Стёпу самого последнего детского сада забираем, потому что сейчас 17.40 уже. Всё, жди. Посмотри пока. Кстати, можешь разукрасить. Вы же уже разукрашивали, можешь с жёлтенькими разукрасить. Иди сбегай за карандашками. Может, сегодня тоже что-нибудь будете разукрашивать. Ну, иди сбегай, пока ещё не началось. Давай, сбегай. Всё. У Никиты там занятие началось, я сейчас ему искала карандаши, его пинал, он сегодня, кстати, дома пинал забыл, в школу не брал. А я слышала, там преподаватель говорит, там, я рада вас видеть, давайте запомним имена друг друга. Там маленькая группа, по-моему, 4 человека, что-ли, вместе занимается. А Никита сидит и не понимает, что она говорит. И вот так сложно себя сдержать и не переводить, не сидеть рядом, не переводить ему. Очень сложно, правда. Я прямо сейчас ушла за карандашами, сама думаю, надо ему сказать, что там говорят про имена, там, ну, в общем, такое всё. Там спрашивают, как настроение у тебя. Он сидит вроде, вроде понимает, а вроде не понимает. Само не могу понять. Мэтт. 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 Слушайте, хотела пойти поушевать, пока Никита занимается, и не могу от него отойти, потому что, ну, мне реально интересно, и я переживаю за него, как он там справляется, понимает меня, понимает ли он, и, в общем, сижу там над ним, и всё контролирую, не могу отойти от него. Взял телефон, хочу в Инстаграм снять. Миша пришёл сразу за телефончик, за папину. У нас просто договорённость, что он после занятий, на которые ходит, он может взять телефончик, поиграть. А Стёпа рядышком там. Можно мне посмотреть машиночку? Спасибо. В общем, у Стёпы сегодня были в садике весёлые старты, и там за участие мальчикам давали вот такие вот подарочки. Яйцо. Мы с родителями на выходных складывались на эти подарочки. Такое вот яйцо, а внутри вот такая машинка. Это в честь 23 февраля. А девочкам будут... Это им девочки дарили вот эти яйца. А мальчики девочкам будут дарить ближе к 8 марта подарочки. Дальше хотела читать, а там на другого мальчика переключили. У тебя тут тоже написано всё то же самое. Кота рисует тут параллельно. Всё, она сказала, финиш закончили рисовать. А ты как понял, что конец будет сейчас? Тут написано было. Да, я не видела. Понятно. В общем, bye-bye. Никита просто за секунду убежал. Ну, осторожней нужно. Никиту, ну ты что-нибудь понимаешь теперь уже? Нет. Нет? Ну, значит, с третьего занятия будешь понимать. Как только ты всё начнёшь понимать, мы прекратим заниматься. Бурбарабуль. А знаете, куда Никита сейчас сел? Хочет роботу себе печатать. Я же ему, когда он вернулся, сказала, что принтер у нас теперь есть. И он говорит, роботы, роботы. В общем, всем папа его теперь будет учить печатать. Он знает уже, как открывать картинки, как их сохранять. Теперь будет печатать. Я Никите говорю, вот хороший робот. Чего ты его не хочешь напечатать? Никита хочет современных, а не вот таких. Никит он себя сам выберет. Он любит трансформеров вот таких. Да блин! Вот! Чего, нормальный робот. Значит, у Никиты теперь выбор огромный. Никита, наверное, на занятия сидел и всё думал, да, о том, как бы быстрее напечатать роботов. Это правда. Да, правда. Говорит, это правда. Пустится. Видишь, он мигает ещё. Пару секунд. И Стёпочка тут уже. Там что-то было. Ну подними, посмотри. Там просто бумага лежит. Печатает вон снизу. Лоток забирает бумагу. А если их серо копировать, то сверху кладёшь. Всё, пошёл. Видишь, как быстро, Никит? Ого! И мне! Тебе тоже? Какой? Иди, выбирай, Стёп, какого тебе. Ты такого, Стёп, хочешь? Да. Какого? Такого. Какого я вложил, да? Красивого? Такого. А красивого хочешь? Это красивый, да, Стёп? Очень красивый. Нет, Стёпа уже выбрал. Ты можешь не сохранять, а печатать сразу картинку. Нет, нельзя. Можно. Всё, следующая картинка пошла на печать. Быстро, да, напечатал? С ней успели дойти, уже напечатал. Вот, Стёпочка, держи. Вторую кнопку. Как заказывал. Второй раз не надо нажимать. Да, да, у нас на том принтере всегда... Ты можешь несколько сразу поставить на печать. У нас на том принтере нужно было всегда нажимать кнопку ОК перед каждым листочком. Это потому что он сломался. Там пишет барабан измножен. Надо было ОК нажать, что мы в курсе, типа. И поэтому нужно было бегать туда-сюда. Сейчас, Никита, ты можешь просто запускать на печать, а потом все вместе взять. Ещё один? Зачем тебе так много? Ты столько них закрасишь за вечер. Так. Я в детстве обожала тоже вот так кидать макарошки. Стёпа не боится, но он точно знает, что вода очень горячая, кастрюля очень горячая. Трогать нельзя ни кастрюлю, ни воду. Вот так я его учу аккуратно. Руку не подносит, потому что сам боится. Он у нас очень осторожный малыш. И я тут рядышком контролирую. Пим-пим. Издалека вот так. Осьминожки. Вот такие вот смешные осьминожки у нас получаются. У нас сегодня вот такой простой, но очень вкусный ужин. Дети обожают солёные огурцы, сосиски, макарошки и сыр. Ну, макарошки с сыром я уже вчера говорила. Это они, как я, просто обожают. Сегодня осьминожки получились вот такие вот смешные. Они прям стоят. Это тоже стояло, но упало. Это полустоящее. Слушайте, прикол. Сейчас укладываю Стёпу и, значит, говорю ему. Он любит просто, чтобы я с ним рядом спала. И он говорит, давай вместе спать, давай вместе спать. А я его всё отучаю от себя. Всё, всё отучаю, отучаю, никак не отучу. В общем, мы вместе засыпаем. Вернее, я его укладываю, рядышком с ним уложусь. А потом ухожу. И сейчас я ему говорю, Стёп, я тебя сейчас уложу спать, но я с тобой спать не буду. Я пойду работать. Мне надо вышивать. Он такой на меня смотрит, повернулся такой, смотрит на меня. Ладно, можно. Ну, спасибо, что разрешила. Я говорю, ладно, можно. Пойду, в общем, я сейчас дальше вышивать. Вышила только одно пока полотенце. И то я с ним намучилась, потому что, в общем, я сама опять заглупила. Я вышла в полотенце и дошла уже до снежинок, которые вокруг Олафа. А маленькие снежинки, я помню, что они у меня были очень жёсткие. То есть там плотность очень-очень высокая. И они прям, ну, очень жёсткие были. На футболочке там, в принципе, внутри чисто изнанка. Они не чувствуются, что они такие жёсткие. А это же полотенце. Если человек начнёт там вытираться, и такое будет ощущение, как будто, знаете, что-то присохло. Как будто камушек какой-то острый. И я говорю, нет, так не говорила. В общем, подумала, что так нельзя оставлять вот эти снежинки. Не буду я их вышивать, иначе будет просто некомфортно. Переделала рисунок, нашла другие снежинки, вставила в этот рисунок. Пошла, перекинула этот рисунок на другой компьютер. С того компьютера на флешку скинула. Теперь загрузила новый рисунок. И начала вышивать новый, а там же я уже половину рисунка вышила. И начала, вроде точно такой же, только заменила три снежинки на нем. Начала вышивать, а у меня, кажется, там немножко в бок были пяльца. Ну, настроено по-другому. И у меня начало вышиваться чуть-чуть, там буквально на 2 мм с другой стороны. Этот олаф, вот эта обводка. Я вздохнула, отцепила, давай распарывать. Я аккуратно распарола. И теперь, ну, в общем, дальше продолжила нормально. И снежинки вышила уже нормально. Но в итоге вместо там получаса, как я должна была вышивать там час, я на этот рисунок потратила, наверное, часа 2 точно. Но сейчас вот дальше уже научный опыт, а мы уже буду быстро вышивать следующее полотенце. Полотенце, ну, уже сразу новый рисунок просто буду вышивать, поэтому будет быстрее. Кстати, по поводу шорты. Я их достала из морозилки и ничего не помогло. В общем, я по комментариям поняла, что оно должно просто осыпаться. Ну, вот надо как-то потереть, это все должно осыпаться. Ничего это не осыпается. Конечно, но мне там еще посоветовали еще несколько других способов. Можно попробовать white spirit, можно попробовать кипятком. Ну, кипятком, я помню, я другие шорты пробовала, не помогло мне. Поэтому нужно попробовать white spirit. Спиртом обычным тоже советовали попробовать. Ну, еще многие посоветовали просто выкинуть шорты или оставить их в качестве домашних, потому что это не отстирывается. Ну, в общем, я еще пару способов попробую. Если что-то поможет, то я обязательно вам расскажу. Напоминаю, что это у меня слайм, который продается в таких круглых контейнерах в автоматах. Стёпа его достал, уронил себе на шорт, и я так понимаю, он не заметил, он у него ещё немножко на шортах полежал. Всё это размазалось, потом он начал собирать и, в общем, ещё больше размазал. Этот олф, он мягкий, он из флиса. Я тут ещё стабилизатор водорастворимый оттиру, и будет вообще классно. А снежинки светятся в темноте. Сейчас покажу, как. Вот видите, как светится. Это я фонариком посветила, зарядила. Такие вот снежинки. Сейчас ещё покажу. Оп, вот так. Фокс только у меня уходит. Чё-то котейка у меня выпрашивает. Ходит рядом со мной, ходит здесь. Трётся об мои ноги. Ты чё хочешь, хост? От меня ты чё к Серёжке не идёшь? Он тебя ж кормит, а? Толстый кот. Слушайте, ну он тёрся, тёрся у меня под ногами, а теперь запрыгнул сюда на окошечко и лежит. На мою универсальную трапку лёг. У меня универсальная трапка всё время тут лежит, потому что здесь у меня в комнате всё-таки... Это вообще самая прохладная комната в доме, и на окнах появляется периодически конденсат. Я вот этой трапкой вытираю. Я её отсюда практически не убираю, особенно конденсат появляется вот за этой коробкой. Вот сейчас, не знаю, видно вам на камере или нет, но вот видно, да, что есть капельки воды. Но теперь я уже кота не подниму, чтобы вытереть. Вот она, водичка. Ещё я переживаю, что какая-нибудь плесень заведётся или ещё что-то. Каждый день тут окошко вытираю. Хвостик. Пойду сейчас другую трапочку возьму, у нас их много. В обиходе сейчас у нас примерно 4 трапки точно есть. Ну, то есть открытые уже, не новые. Видишь, хвостычка? Да, мурчалочка. Мурчалочка. Да всё, ну не будете трогать. Хотел погладить, а мурчать начал, значит, а хочет меня укусить. Лежи, лежи. Спокойной ночи. Я тут вышиваю, дальше буду. Смотрите, какой классный получился. Милашные. Мне очень нравятся эти олафы. Такие забавные, весёлые. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!